Проблема парковки автомобилей перед подъездами жилых домов актуальна и обладает для усих сучасных городов. Все сможет спецтранспорт проехать по Гомельских дворах. Представники МНС и ДАИ провели суместный рейд. Под обязанностью в наступном репортаже. Для проведения суместного эксперимента ДАИ и МНС выбрали некольких Гомельских дворов по Реджевским проспекте. Виновата, в этом районе недавно отбылся пожар, в вынику которого загинула жихар кошмар поверховки. Варятовальники, которые прибыли на тот выклик, столкнулись с проблемой подъезда до места здарения. Супрацовники МНС и ДАИ с допомогой автомобильного коленчатого подъемника вырошили показать, до чего может привезти безотказность владельников машин. Остается актуальная проблема загруза женности наших дворов. Сегодняшний рейд показал именно такую проблему, когда наша специализированная техника не может попасть в предполагаемое место происшествия. На годиннику 17.30. Люди начинают вертаться с працы, а дворы заполняться машинами. Заезжаем у двор по Реджевским проспекте. Габаритная техника проезжает повольно и свободно прибывая до места умовного пожара. Едем у соседний двор. Тут машина не может просунуться далей уезду. Водитель автолесвицы с допомогой оповещальника свертается до владельников авто, которые перешкоджают руху. Когда люди выходят, реагуют по-разному. Одни начинают сразу свариться и выказывать незадовольность недохопом парковочных местов. Инши молчки переставляют авто. Кожному нагадывают об отказности за парковку в неналежном месте. Сгодно с правилами дорожного руху при пынке стоянка забороняется на участках с зелеными насаджениями, на продомовых территориях и тротуарах, а так само в местах, где авто створает перешкоду для руху и работы спецтранспорту. Игнорирование правил остановки и стоянки легковых транспортных средств влечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере одной базовой величины. В случае повторного нарушения в течение года – две базовые величины. Держ автоинспекции объявила старт профилактичного мероприемства «Беспирошкодный проезд». Время акции, которая протягивается до 26 лютого, инспекторы сострянуться с работными коллективами и проведут рейдовые мероприемства. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».